Добрый день, уважаемые зрители! Мы с вами продолжаем говорить про основу научного менеджмента, про принципы Анри Файоля. И сегодня и сейчас мы говорим про шестой принцип. Шестой принцип он формулировал так. Подчиненных или подчиненность личных интересов общий. И сразу отвечу на такие замечания, что все эти принципы очевидны и все они понятны. На мой взгляд они совершенно не очевидны и многим до сих пор непонятны. Ну так вот. Анри жил среди людей. И в те времена люди тоже имели личные интересы, хотели купить красивый дом, 12 красивых служанок и много чего подобного. Но он говорил, что личные интересы должны быть подчинены общим. Потому что в ином случае личные интересы разрушают компанию. Здесь на что нужно обратить внимание. Первое. Существовало само понятие личных интересов. Существовало само понятие общих интересов. И он не говорил, что личные интересы должны быть отброшены. Он говорил, что личные интересы должны быть подчинены общим, чтобы они вообще были реализованы. Что это значит? Это значит, что не надо пытаться заработать все это за месяц. Нужно так встроить личные интересы сотрудников в успех компании, чтобы он понимал, во-первых, свой вклад. Во-вторых, понимал, почему он должен терпеливо ожидать продвижения по службе. И, в-третьих, понимал, как общий итог компании повлияет на достижение его личных интересов. И, собственно, перед вами фундаментальная формула мотивации персонала. Сформулированная более ста лет назад. А теперь задумайтесь. В скольких компаниях вы видели осознанную подчиненность личных интересов общим? Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!